3000 фуражек каждый день выходят из рук мастериц Книгининской швейной фабрики, одной из старейших в России. Выездное заседание Клуба парламентских журналистов состоялось в этот раз в Книгининском районе. Швейная фабрика специализируется на создании головных уборов для всех силовых ведомств и родов войск нашей страны. Все начинается с эксперимента, а точнее с экспериментального цеха. Именно эти профи придумывают новые модели фуражек и шляпок. Они подразделяются на повседневные и парадные. Здесь мы разрабатываем и шьем образцы, запускаем их в поток. В общем, мы работаем для всех силовых структур. Министерство обороны, МВД, ФСБ. В общем, здесь все происходит самое интересное. Кстати, украшают отдельные модели золотным шитьем с использованием настоящего 5-процентного золота. Ручной труд тут сочетается с полуавтоматическим. Фабрика работает в основном на гособоронзаказ. Это и плюсы, и минусы, потому что ведомство нерегулярно обеспечивает предприятие заказами. В этой связи руководство фабрики ищет новые рынки сбыта. На Нижегородской ярмарке в этом году мы выставили свои образцы для рыбалки, туризма и охоты. Новый костюм разработали. И я надеюсь, что мы будем это направление продвигать. Как оказалось, спрос есть. Фабрика готова выпускать не только головные уборы, но и спальные мешки, палатки, рюкзаки, спецодежду для любителей охоты и рыбалки. Продукция, которую выпускает данное предприятие, она пользуется огромным спросом. И, насколько я понимаю, нареканий по качеству продукции, наверное, не было никогда. Поэтому я думаю, что работа на гособоронзаказ у них продолжится. А то, что стараются диверсифицировать выпуск и расширить ассортимент продукции, это абсолютно правильно. Вполне возможно, что совсем скоро Книгинская швейная фабрика станет не только родиной военных фуражек, но и спецодежда.